Всем привет дорогие друзья! На связи Дмитрий, а значит это канал Красный Уголок. Буквально несколько минут назад произошел эпик фейл, критическая ошибка. Я, к моему глубокому сожалению, выключил видеозапись на предыдущем ролике. А соответственно мне придется его перезаписывать, хорошо что есть еще одна сигарета. Обзор по просьбе моего подписчика вот на вот эти вот сигареты. Называются они Даф Ментол. Как говорится, простите, конечно, да, не Даф Ментол, Даф Ментол вышел сегодня. Да, в желтый, сотка, вот такая вот пачка. Показывать как выглядят в пачке сигареты нет смысла, потому что она там одна осталась, как раз на переобзор. А повторение, как говорится, мать учения, значит ролик выйдет лучше, чем тот, который я пытался записать сейчас. Вот такая вот сигарета. Длинненькая, приятненькая, вкусненькая, хорошенькая, но никому не советую. Тем не менее, начнем. Честно говоря, записывая ролик второй раз, у меня уже не хватает слов. Делаю обзор по просьбе, но не значит, что без какого-либо желания и энтузиазма. А значит, нужно за старание ставить лайк, писать коммент, прожимать все, что возможно, и будет вам счастье. Приступим. Вот так сигарета выглядит, одно кольцо перфорации на ней есть. Набита она, соответственно, вот-вот-вот-вот так вот, как вялый огурец. Но не будем ругать. Напомню, что сигареты стоят чуть дороже 60 рублей. И как я уже говорил буквально несколько минут назад, к счастью или, к сожалению, вы не увидели, повторюсь. Пахнут в незажженном виде табаком. И что самое интересное, на всех сигаретах вот здесь есть дырочка, через которую этот табак вылазит. А это именно табак, соответственно, более-менее можно что-то о сигаретах сказать. Попробуем ее покурить. В незажженном виде она ничем не пахнет. Значит, нет смысла тянуть. Приступаем к обзору. Ныряем в комментарии. Буквально несколько затяжек для того, чтобы сформировать мнение. Кстати, за петличку можно ставить лайк. Стараюсь для вас. Итак. Приступим. Приступим сейчас. В отличие от сотки, черный DAF, на который есть обзор чуть выше, смотрим. Проваливаются они приятнее. Нет такой вот горечи. Хоть и там она тоже небольшая, но здесь ее нет совсем. Проваливаются спокойно. На кур есть. Поэтому мне сейчас тяжелее записывать этот обзор. Буквально пять минут назад я закончил предыдущий, который не записался. На кур есть. Тлеют равномерно. Записываем там где-то себе галочки, плюсики. Будем считать потом. На выхлопе табачный дым. Ни кнопочки, ни апельсинки, ни ментол даже тот же самый. Напоминаю, что этот ролик уже вышел. А именно табак. Сигареты можно курить, не особо стыдясь за то, что ты куришь, по сути, дешевое куриво. Потому что это не фейк. Это не подделка на какой-то бренд. Это не закос подо что-то. Хотя и похожи сигареты на Давыдов. Согласитесь, кто помнит олдскулы. Олды. Похожи. Но, тем не менее, нечто другое. Если сравнивать между тем, чтобы достать пачку дешевых Мальборо и пачку вот этих сигарет, я, конечно же, выберу вот эти сигареты. И лично для себя, по качеству, я выберу именно желтый вариант, а не черный. Я все-таки перейду с черного. Потому что черные в незажженном виде пахнут полынью. Скошенной травой, если хотите. А эти пахнут табаком. Значит, табак в них есть, а значит, уже не позорно. Что еще хотелось бы сказать? Да, в принципе, о хороших сигаретах, вот относительно хороших топ за свои деньги, сказать нечего. Ну, это как Xiaomi, или, я не знаю, может быть, телевизор Supra. Все есть. А стоит недорого. Поэтому всем рекомендую. Я думаю, что этим сигаретам можно смело поставить 5 с плюсом из 5. Лично для меня, потому что они отвечают всем моим требованиям. Пишите, пожалуйста, на какие сигареты делать обзор. Досматривайте ролики до конца. Не забывайте проявлять активность. А еще подписывайтесь на группу ВКонтакте. И в моей соцсети меня можно найти, в личке спросить, как на тебя подписаться. С удовольствием буду знакомиться с новыми людьми. Вот. Что еще? У кого есть возможность, поддерживайте канал рублем. Потому что самому очень тяжело. Тем более, что сейчас очень много работы. И записывать ролики получается вот только так. Дуплетом с разными датами публикации. Но этот ролик выйдет тоже сегодня, но позже. А возможно, сразу. Черт-то знает, что я придумаю дальше. Буду улучшать контент? Напишите, лучше с петличкой или без нее? Для меня это важно, потому что реализовалась моя небольшая мечта. Спасибо моей девушке за подарок. Итак. Больше, наверное, сказать-то нечего. Сигарета все горит и горит. А значит, обзор должен идти. Что еще? В дальнейшем будет обзор на белый DAF. Но там совсем мало смолы и никотина. Они легенькие совсем, хоть и сотка. Если здесь у нас 8.08, то там, по-моему, 5.05. Мне этого будет недостаточно. Но я постараюсь. Я прикурюсь. Я сделаю обзор. Потому что я уважаю просьбы своих подписчиков. Они для меня важны. Вас очень мало. Но поверьте, даже с учетом размера канала, я очень стараюсь делать для вас контент. Подписывайтесь, рассылайте друзьям, рекомендуйте. Давайте сделаем тысячу за 22-й год. К Новому году следующему давайте сделаем тысячу подписчиков. Моя вам просьба. Ну и, соответственно, не буду дожидаться, пока сигарета стлеет полностью. Закончим на широкой ноте. На приятной ноте. Спасибо вам всем, что вы у меня есть. Вас 100. А это уже небольшое, так скажем, круглое число. За которым я даже поздравил YouTube. Давайте сделаем 500, 1000, 10 тысяч, миллион. Мне не важно. Самое главное, чтобы было вам интересно. А мой контент всегда будет становиться лучше. С каждым видеороликом. Если нужны стримы, давайте проводить стримы. Также подписывайтесь на другие мои каналы, такие как Еда.Лайф. Хоть там и, по сути, мало роликов, но мне будет приятно. Добавляйтесь в друзья. Всем пока-пока. И самое главное, помните, что курение вредит вашему здоровью.